МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раз, да. Субтитры сделал DimaTorzok Неужели в столице кончились объекты? Субтитры сделал DimaTorzok От обеспеченности жителей жильем, торговыми помещениями, офисами и гостиницами Крупным является неподъемный, пожалуй, комплекс ЖКХ, для того, чтобы его поднять, нужно порядка 9 триллионов рублей Да, Игорь Николаевич, насколько он мог бы стать перспективным для инвесторов и удается ли вам их привлечь? Во-первых, приходится бороться в условиях глобального мира, в условиях конкурентной среды за каждый рубль инвестиций иностранных в первую очередь Я скажу, что в этой борьбе в масштабах Российской Федерации побеждает Москва Вы правильно отметили, что примерно половина всех инвестиций в российскую экономику приходится на город Москву А еще примерно 25%... Ну, организации зарегистрированные в Москве все-таки, потом они могут разойтись, Москва своего рода хабом таким является для инвестиций Еще 25% это Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Татарстан И получается, что вся Россия получает примерно 25% Теперь по тем проектам, которые являются наиболее капиталоемкими Я думаю, примерно вровень стоят проблемы и объекты жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства Люблю этот пример Сеть автомобильных дорог общего пользования в Российской Федерации составляет примерно полмиллиона километров Но в цех превышают 9 триллионов рублей Из чего у нас складывается? Наверное, самая большая составляющая это жилой фонд Тот самый жилой фонд, который необходимо не только нормативно содержать, но и ремонтировать Если говорить о других направлениях, то это порядка 380 миллиардов необходимо привлечь на капитальный ремонт реконструкции котельных 300 миллиардов рублей трансформаторной подстанции 511 миллиардов очистные сооружения 724 миллиарда рублей электрические сети Очень важный момент связан с тем, что мы считаем, что все условия для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство сегодня сформированы Сначала скажу пару слов о ситуации в целом С привлечением инвестиций в российскую экономику Вот двухпроцентный рост Взять налоговые режимы Упрощенка, вмененка С 1 наряда будущего года мы вводим патентную систему Обычный режим налогообложения Я скажу, что есть право выбирать у хозяйствующего субъекта тот налоговый режим, который нам более комфортен Еще один вопрос, это, конечно же, величина подоходного налога Плоская фиксированная ставка 13 гавань Но есть устойчивое мнение, что сфера ЖКХ инвесторам все-таки не очень интересна Ну, вы и правы, и неправы Начнем с того, что Каким образом мы законодательно обеспечивали отрасль ЖКХ Посчитали совсем недавно За период с 95... Третье направление Это, конечно же, отношение к собственности Так получилось, что Мы активно эксплуатировали коммунальные системы Но право собственности на Теплотрассы, водопроводы, котельные Не было зарегистрировано Так же, как и на земельные участки под ними Эта проблема сегодня решается Мира государственной поддержки Потому что в любом случае в инфраструктурных проектах Крупнее И все эти инструменты направлены на то, чтобы Поддержать хозяйствующие субъекты Инвесторов, которые приходят в отрасль ЖКХ Думаю, что в течение ближайших 2-3 лет Ну, не инвестиционный бум Но условия очень сильно изменятся в лучшую сторону И мы наконец-то дождемся тех самых инвестиций Еще одна цифра, которую я хотел бы сказать Московской экономитической компании Инвестиционная составляющая Составляет от 30 до 50 процентов Это огромные деньги, во-первых Для примера могу сказать о том Что мы в этом году Осуществили сделку по продаже Московской объединенной энергетической компании 3 миллиарда долларов Так что инвестиции в коммунальную сферу Они идут Главное правильно предложить эти объекты инвесторам Правильно структурировать и эффектно лиц Продемонстрировать перспективу Ну, как бы там ни было, человек с деньгами Никогда не придет туда, где он эти деньги может потерять Где ему не подходит климат Инвестиционный спросит человек, который во многом эти правила определяет Потому что принимает соответствующие законы Игорь Руденский, пожалуйста Спасибо большое Уважаемый Сергей Семенович Уважаемые коллеги Вы знаете, что в этом году исполняется 20 лет Российской Конституции И, соответственно, начало работы Современной Государственной Думы И за этот короткий период Был создан каркас рыночной экономики Российской Федерации Поэтому хотелось бы сказать И достаточно давно об иностранных инвестициях в Российской Федерации Которые обеспечивают гарантии капиталовложений иностранных инвесторов В последнее время мы приняли достаточно большой пакет законопроектов Который сегодня распространяется в первую очередь на инвестпроекты В плане создания особых экономических зон И вы знаете, что у нас создано уже 27 особых экономических зон Это в Калининграде, Татарскане, Рипецке И сейчас создается достаточно комфортная особая экономическая зона в Магаданской области Мы создали достаточно большое количество институтов развития В них было вложено государством порядка 2,5 триллионов рублей Это банк МСП, Внешэкономбанк, Фонд прямых инвестиций, Венчурная компания и так далее То есть все эти проекты работают именно на то, чтобы сегодня помочь инвесторам Реализовать проекты на территории Российской Федерации Именно на свою территорию И каждый регион сегодня разрабатывает особые формы привлечения инвестиций Создаются именно инвестиционные фонды, которые дают возможность Не только строить объекты и заниматься софинансированием, но и соответственно подводить различные инфраструктуры И делать так, чтобы этот объект был соответственно выгоден для инвесторов В плане реализации проекта Все, что касается дальнейшего укрепления Российской Федерации в инвестиционном плане Вы знаете, что мы в прошлом году вступили в ВТО Мы сделали это осознанно, хотя, соответственно, снизили уровень тарифной защиты с 9% до 6% Но мы сегодня пытаемся быть открытыми, пытаемся быть привлекательными И, соответственно, валютные резервы на уровне 522 миллиардов долларов Это на 1 октября этого года У нас есть неплохой резервный фонд Фонд национального благосостояния И другие инструменты, которые позволят нам пережить практически любые потрясения Вы знаете, что внешний долг Российской Федерации сегодня колеблется в районе 12% ВВП Поэтому здесь мы считаем, что у России достаточно большие перспективы По привлечению инвесторов на три инфраструктурных проекта Но это только первые деньги, которые, соответственно, пойдут в инфраструктуру Это все, что касается проектов Транссибирской магистрали Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы И, соответственно, высокоскоростной магистрали Это Москва-Казань Мы работу продолжаем и достаточно активно в Государственной Думе Над законопроектами, которые, как нам кажется, являются стратегическими В плане развития и нашей страны инвестиционной привлекательности Это, в первую очередь, закон о стратегическом планировании Который, соответственно, расширяет горизонты планирования И который дает возможность нашим инвесторам видеть, куда развивается наша страна И куда необходимо сегодня вкладывать средства У нас на выходе закон о частно-государственном партнерстве Соответствует всем стандартам Качества и, соответственно, мировым стандартам У нас сегодня разрабатывается закон о промышленной политике Мы считаем, что этот сектор экономики наиболее востребован будет в ближайшее время И те богатства и те пространства и территории, которыми обладает Россия, не обладает ни одна страна в мире И поэтому мы думаем, что это именно наши перспективы развития Особенно все, что касается нефтехимии, все, что касается глубокой переработки леса Здесь у нас огромные резервы Разве это производство строительных материалов, в то время как строительство жилья ежегодно растет И поэтому мне кажется, что этот сектор экономики будет наиболее привлекательным Ну и, соответственно, сельское хозяйство, о котором много говорят И в которое сейчас приходят наши глобальные инвесторы, иностранные инвесторы И, соответственно, получают достаточно неплохую Какие бы мы условия не создавали, какие бы мы законы не принимали Все-таки основным инструментом вложения средств, как нам кажется, является доверие и комфорт инвесторов Вот если у нас будет доверие Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 Добрый день, уважаемые друзья!